Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». За режиссёрским пультом Николай Слепцов-Айдын, Михаил Эверстов. У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова. А в нашей студии дорогая гостья, врач-диетолог Дарина Попова. Дарина, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию, нашли время для наших слушателей и зрителей поделиться полезной информацией, это точно. «Потому что все мы знаем, что мы есть то, что мы едим». Заезженная фраза. И меня иногда смущает то, что я знаю, что некоторые люди едят то же самое, что я, но при этом они выглядят как с обложки глянцевых журналов. И такая несправедливость меня, честно говоря, всегда ставит в какой-то тупик, почему так происходит. Но тем не менее, каждый из нас на каком-то этапе жизни всё-таки задумывается о том, как питаться правильно, значит, полноценно. Но мало кто из нас знает, что это вообще такое. И когда ты думаешь о том, что это нужно делать каждый день, как будто это кажется какой-то такой нереальной, непостижимой задачей, потому что все мы всё равно в каком-то ритме уже привыкли жить. И где-то перекус, и где-то встал позже, чем нужно. Но всё-таки интересно послушать вас как специалиста. Тем более всегда приятно, когда врач-специалист выглядит очень хорошо. Это больше доверия всегда. И наверняка вы знаете то, чего не знаем или о чём забываем мы. Поэтому, пожалуйста, расскажите, что такое уже полноценное питание, как правильно питаться. Ну, в первую очередь, Светлана, благодарю вас за то, что вы пригласили. Хочется щедро делиться своими знаниями. Очень многим непонятно. Вроде бы, как вы говорите, питаются все одинаково, но для кого-то это хорошо, для других это не очень. А что же такое полноценное питание? Полноценное питание – это когда в рационе, в нашей тарелке, присутствует норма белков, жиров, углеводов и, естественно, микро- и макроэлементов, витаминов. Это эталон. Считается, что белков у нас должно быть от 1,5 до 2 граммов на килограмм тела. Жиров должно быть от 0,5-0,8 до 1,5 на килограмм тела. И углеводов – это 2-3 грамма тоже на килограмм тела. А хочется наоборот всегда. Да, но это эталон, знаете, когда человек не занимается активным спортом, профессиональным спортом или тяжёлой работой. Допустим, если это шахтёры, естественно, им белка нужно, там, и 4, может быть, даже до 7 граммов на килограмм тела. Это в зависимости от того, как человек физически нагружен. Но если это человек обычный, как я, допустим, у которого физическая нагрузка такая умеренная, а, возможно, даже и сидячий образ жизни, от этого тоже зависит норма. Также норма снижается, когда люди уже пожилые в пожилом возрасте. То есть нужно снижать как состав белков, жиров, углеводов, так и килокалорий. То есть есть меньше, получается, по сути? Ну, да, ограничивать себя с возрастом и от образа жизни. Вот очень такая абсурдная ситуация получается, что мы, переедая, недоедаем. Поэтому очень вообще важно знать, как правильно питаться. И первое, что это, нужно знать про белки, жиры и углеводы. Давайте я вам расскажу сейчас про каждый. Вот, допустим, белок. Он идёт индивидуальный. Он зависит от возраста, от физической активности и зависит от массы тела. Вот давайте возьмём среднестатистического человека, ну, 60 килограмм женщины с обычной умеренной физической активностью. Значит, ей в сутки надо 90 грамм белка. 90 грамм белка. Вроде бы это звучит так, как 90 грамм мяса, люди думают. Но на самом деле в мясе, в 100 грамм мяса, да, вот возьмём обычную говядину. То есть мясо тоже разное. То есть вот если свинина, там меньше, а если это баранина, то больше, да, но мы возьмём посредине говядину. Там содержится, ну, в среднем от 15 до 25 грамм белка. Возьмём в среднем, что там содержится 20. То, значит, этой эталонной женщине 60 килограмм нужно съедать 450-500 грамм говядины в сутки. Ну, то есть в день. Мы же не питаемся ночью, вот в день. Что, конечно же, очень-очень затруднительно. Я думаю, что мало какая женщина съедает полкилограмма мяса в день. Согласитесь? И при этом ещё белок должен быть не только животного происхождения. Это должна быть не только говядина. Это должно быть 50 на 50 и растительного происхождения тоже. Вот, и поэтому мы не добираем белки. Это очень и очень важно. Да, вот то есть когда мы кушаем, мы там съели суп, съели там второе, да, какое-то с маленьким там гулешом, где там 50 грамм мяса. Мы насытились, и нам кажется, что всё мы очень хорошо поели, и что мы вот прямо, у нас полноценный был сегодня рацион. На самом деле это не так. Очень сложно добирать белки. Очень сложно. Вот, и поэтому, когда речь идёт о полноценном питании, мы должны это понимать в первую очередь. Жиры нам нужны, да, вот их набирать намного легче. Потому что вот 50 грамм сала, да, обычно солёного сала, содержится 50 грамм белка, ой, жиров. Вот этой среднестатистической женщине в 60 килограмм этого достаточно. Извините, вас перебью, но некоторые как раз таки вот так и считают, да, что это очень трудно вообще думать о своём рационе вот именно в таком ключе, да, что, конечно, ты не будешь каждый день съедать, да, вот этот вот полкилограмма мяса, да. И некоторые идут по пути наименьшего сопротивления, покупают, например, какие-то, ну, БАДы, да, или какое-то вот питание, которое нам предлагают вот эти вот большие банки, мы не будем называть название, да, где там ложечку взял, а там в этой банке написано, что все микроэлементы содержатся, все там белки. То есть ты взял эту ложечку, размешал её в стакане воды, выпил, и всё. У тебя организм насытился. И ты уже спокойно потом идти можешь, картошку с каким-то, там, не знаю, там, кусочком небольшим мяса, да, там, чуть-чуть салатика, и человек считает, что, в общем-то, он же себя, ну, получается, уже о себе позаботился, насытил этими витаминами, и ему особо не надо думать, не надо готовить, тем более, кто не любит готовить, это очень удобно. Вот люди, которые так поступают и которые, допустим, подключают БАДы, чтобы сильно не заморачиваться, сколько я там граммов съел белка, и углеводов, и съел ли я их вообще, раз там пару таблеток выпил с утра, да, и он чувствует себя, ну, всё, он выполнил эту норму, для себя он сделал хорошо. Верно ли такой подход? Спасает ли он ситуацию? Светлана, вы прямо сняли у меня с языка. Я как раз вот, возвращаясь к белкам, хотела сказать, что к полноценному питанию, да, когда нам не хватает белков, то есть мы даже должны добавлять, да, вот протеиновые коктейли, то есть это наше спасение, да. А, значит, всё правильно делают. Да, то есть это наше спасение, потому что мы не можем с пищей набрать белок, да, то есть вот и поэтому спортсмены, чтобы догнать белки, они употребляют протеиновые коктейли. Но здесь надо учитывать, опять-таки, да, в наш желудок должна поступать твёрдая пища, то есть желудок – это мышечный орган, и он должен шевелиться, да, то есть когда он работает, он перемалывает вот эту пищу, делая из неё пищевой комок, чтобы её направить дальше на усвоение. Вот, и поэтому, чтобы желудок работал, и чтобы не заработать там каких-то заболеваний, мы не можем заменить полноценную еду, твёрдую пищу, не можем заменить коктейлями. То есть это просто идёт как добавка. Это спасение для того, чтобы набрать необходимые белки. Но твёрдая пища, она же не обязательно должна быть каждый день. Ты можешь же раз в неделю употреблять твёрдую пищу, потом каши, например, перловая каша, она же тоже достаточно твёрдая. Ну, говоря о твёрдой пище, я не имею в виду, что обязательно мясо, да, оно должно быть как твёрдая. Вообще твёрдая пища – это как раз и каши, да, и мясо, и супы, и всё. Яйцо отварное, да? Да, вообще всё. И овощи, да, обязательно. И даже, ну, вообще все продукты. Но коктейли – это же не твёрдая пища, это как смузи, да, то есть это вот как соки, которые они в желудок вообще, то есть они никакой функции для желудка не несут, они напрямую сразу спускаются на усвоение в кишечник. Вот, они не задерживаются в желудке. И поэтому, чтобы не получить заболеваний с желудком, нам обязательно нужно принимать твёрдую пищу. И я бы даже сказала наоборот, вот протеиновыми коктейлями можно добавляться раз в неделю, а не так, что мы можем твёрдую пищу есть раз в неделю. Твёрдую пищу мы должны есть ежедневно, да? А протеиновыми коктейлями мы можем добавляться вот как раз-таки раз в неделю. Когда я готовилась к нашему эфиру, я прочитала интервью, которое вы давали совсем недавно одному из печатных изданий. И вы мне уже понравились как диетолог, потому что вы написали, с утра ешьте кусочек бекона с кашей, и вы будете чувствовать сытость практически до обеда. Я уже вас полюбила, потому что обычно говорят, зачем этот бекон, это всё жирное, всё надо. Всё советуют то, что, в общем-то, невкусно, потому что хочется всё-таки как-то, чтобы еда приносила удовольствие, потому что это удовольствие, и не хочется лишать себя, и исключать из рациона что-то вкусное. Ну, очень важно правильно построить свой рацион. И завтрак, вот у нас вообще должно быть 3, максимум 4 приёма пищи. Я позже тоже об этом расскажу. Но завтрак – это самый основной приём пищи. Очень много людей, которые не завтракают, и поэтому им не хватает энергии, и они вынуждены вечером наедаться, объедаться. Вот, всё идёт от физиологии. Да, от физиологии. У нас кишечник… Конечно, наш организм работает 24 на 7, он никогда не спит. Там, да, и вот я недавно, когда ходила на лекцию и рассказывала женщинам, что у нас кишечник отдыхает, после 6 он уже утихает, да, его функция уже замедляется, и после 6 кушать вообще вредно. А они говорят, а что вы хотите сказать, что бактерии спят? Типа, что это бактерии перерабатывают, да, нашу пищу, и там как бы стенки кишечника усваивают. Это совершенно не так, потому что всё-таки кишечник – это тоже мышечный, да, то есть там вот так… Это гладкая мышца, которая продвигает, да, вот этот пищевой комок, и отдельные вот эти участки, они занимаются усвоением. Кто-то там усваивает, всасывает, да, вот это всё, это очень сложный процесс. Вот, и поэтому у кишечника тоже он должен, тоже должен отдыхать. Вот, а завтрак – это самая наша главная энергия. И если человек понимает, что на завтрак он вместо каши съест мясо, да, то есть у него энергии хватит до вечера, он не будет голодный, он не будет наедаться в обед. И вот эта старая советская догма – завтрак, сешь сам, обед поделись с другом, ужин отдай врагу – ну, на мой взгляд, она самая верная и самая правильная, потому что каждый приём пищи – это выброс инсулина, это выброс ферментов с поджелудочной железы, да, то есть как бы это даже очень даже вредно. И вот об этом, да, вообще можно разговаривать, на самом деле, бесконечно. Это такой вот процесс, и если бы каждый человек понимал, да, то, что происходит внутри организма, вот, тогда бы он, естественно, наладил бы своё питание. Ну, иногда завтраки, вот, допустим, взять детей, которые учатся с первой смены в школе, да, они там встают в 7 часов, чтобы к 8 прийти на учёбу, и вот с 7 до 8 этот завтрак должен состояться. Чаще это, конечно, ты там быстренько что-то выпил, да, там чай горячий, там кусочек бутерброда, хлеб с сыром, да, может быть, какую-то кашу. То есть садиться в 7 утра и есть вот так плотно, там, например, или кто на работу, да, идёт, вроде бы как тоже как будто бы в себя вот прям запихивать, что с утра особо такой плотной пищи не хочется. Когда завтрак уже ближе к 11, там, например, да, это уже как-то нормально, ближе там к 12, да, это моё любимое время завтрака, тогда уже нормально, ты как-то себя чувствуешь, что ты можешь хорошо там плотно поесть. Но когда это с 7 утра до 8, то, мне кажется, тут сложно, на такую тяжёлую пищу, или я неправильно рассуждаю? Ну, тем не менее, физиология кишечника, она вот такая, да, то есть что она начинает работать до обеда, допустим, не рекомендуется кушать фрукты, да, там. До обеда не рекомендуется? Да, утром, на завтрак. Не рекомендуется? Да, на завтрак не рекомендуется, потому что... А когда лучше есть фрукты? В обед. То есть ещё лучше, чтобы они съедались до обеда, как перекус, вот в такое время, да. Ну, вот мне очень много задают вопросов, когда говорят, а вот как завтракать-то, вот как мы успеваем? Мы не успеваем, мы вот только встали, мы даже там зубы кое-как почистили и побежали на работу. Но на самом деле, когда понимаешь, ведь мы же мир воспринимаем через себя, я тоже такая же была раньше, да, я тоже могла не позавтракать, я могла на голодный желудок выпить там кофе вместо воды, побежать там ходить. И вот все эксперименты, проводя над собой, и когда я начала вот именно завтракать так, плотно, с мясом, да, вот как я всегда говорю, съешьте ваш ужин на завтрак. Вот. И тогда сразу приходит понимание, что у тебя есть энергия, ты до обеда не голодный. Ты не хватаешь там, не бежишь, сидишь там, думаешь, у нас же есть такая поговорка, до обеда мы боремся с голодом, после обеда со сном, да, нету такого. Человек эффективен, он энергичен, и этой энергии хватает до вечера, абсолютно. Вот. Готовьте, пожалуйста, с вечера, да, то есть вы все равно должны продумывать какой-то свой рацион на следующий день, да. Мы же, вот хозяйки, всегда думаем, что бы завтра приготовить, и все говорят, извечная проблема, что купить, да, как пойти через магазин. Приготовьте с вечера, нетрудно же залить там гречку горячей водой, ее можно даже не варить, ее можно залить горячей водой, на утро это больше. Но перед этим ее нужно очень хорошо мыть. Ну, да, вот промыл все, потом кипятком ее залил, все, она вот, а есть, кстати, такие фирмы, круп, которые даже промывать не надо. Вот, то есть это тоже от производителя зависит. Вот, и поэтому готовить завтрак, ну, оставьте что-то там, мясо какое-то, еще что-то, да, то есть вот именно на завтрак я рекомендую есть красное мясо. То есть вот, несмотря на такое расхожее мнение, сейчас у нутрициологии, типа, что не есть красное мясо, вот, я считаю, что красное мясо нам просто необходимо, потому что там есть элементы, которые мы не можем взять ниоткуда. То есть если человек питается только птицей, она очень нутриентивно бедная, да, то есть вот нету того, что содержится, ну, допустим, в говядине, в баранине, да, ну, вообще в мясе. Вот, и поэтому если вы попробуете с утра поесть вот как на ужин, да, то есть с мясом, с гарниром, там, допустим, там, с кусочком сыра, полноценно, да, вообще вот полноценно, если вы поедите, то вы сразу ощутите прилив энергии, и вы с удивлением заметите, что к обеду вы не будете голодными, а вечером у вас останется энергия. То есть когда вот я, когда ко мне приходят на консультации, когда я вот так рассказываю, говорят, слушайте, у меня даже, говорит, есть энергия с детьми уроки делать по вечерам. Раньше я приходила, говорит, вообще, говорит, не могла даже встать, подняться у меня, говорит, вот до такой степени мне было плохо, мы приходили там, наедались голодные, наедаемся, потом становится плохо, плохо спим. Ну, кишечник, он тоже должен отдыхать. Вот, и поэтому это чисто физиологически на ужин надо съедать белковую, такую лёгкую пищу, да, то есть это... Давайте прямо тогда на примерах, вот вы сказали, вы стали на завтрак есть мясо, да? Да, да. Вы едите мясо, вот просто какие-то, давайте блюда сформируем, кусок мяса говядины, да, и каша, например, это с утра, и чай. Да, это может быть, это может быть там и гуляш, это может быть и стейк, это может быть и котлета, да, это может быть вот всё, что угодно. Реально, это такая порция, которая напрашивается на ужин, да, то есть это правда ужин, да, мы едим с утра. Вот, допустим, вот когда я ещё вообще не занималась вообще диетологией, нутрициологией ещё когда не занималась, я однажды я с удивлением заметила, я съела, значит, утром на гарнир гречку, потом я съела кусочек сала с чёрным хлебом и с мясом, там у меня гуляш был, я вот так вот поела, и я заметила, что у меня улучшилось настроение. А во сколько утром вы обычно завтракаете? Вообще рекомендуется завтракать не позже двух часов после подъёма, не после, как бы, как вы проснулись, а после того, как вы встали и приняли вертикальное положение. Это должно пройти сколько времени? Не более двух часов. А наоборот, нужно, когда ты проснулся, в течение двух часов позавтракать? Вот, допустим, если вы проснулись в 7, значит, вы в 9, до 9 должны позавтракать. Если вы проснулись в 6, значит, до 8, если вы проснулись в 9, значит, до 11. Но это смотря у кого какой режим, да, вот, допустим, в 7 проснулся, до 9 ты должен покушать. Но ещё советуют же выпить стакан воды тёплой, чтобы запустить работу кишечника. Это просто строго обязательно. Это сколько вот времени надо, чтобы собраться, чтобы подготовиться к этому завтраку, который как ужин, чтобы до себя всё. Не, ну на самом деле приём пищи занимает не более 15 минут. Если вы с вечера всё приготовили... Просто мы же торопимся, когда бежим, например. Я сейчас не о себе, я сейчас о тех людях, которые торопятся к 8, к 9 на работу. Это ещё нужно прибавить время на дорогу, собрать детей, например, в школу. То есть, вот, как это всё уложить? Вот я же говорю, вот, как мы успеваем за час в обед всё сделать, да, то есть, на самом деле приём пищи, он занимает, ну, 10, максимум 15 минут. Приём, сам приём пищи. И если вы на стол вот поставили тарелку, ну, то есть это... Ну, проснитесь вы на 15 минут раньше или ещё как-то, да. А есть люди, которые вообще не могут завтракать. Вот есть люди, и я это вижу... Да, им достаточно воды попить и всё. Кофе, чашку кофе выпить достаточно. Но, на самом деле, это неправильно, и это всё зависит от... Вот я, когда сдают, мне приносят анализы, я сразу вижу, да, что этот человек не завтракает, потому что у них там идёт повышение определённых показателей, да, в анализах, и видно, да, что он не может. Он... Некоторые даже говорят, какая еда, да ты что, я вообще не могу на что еду смотреть с утра. Есть и вот такие, да. Вот, и это зависит не от того, да, что он сам по себе такой, а от того, что у него в организме что-то не то происходит. У нас реклама сейчас, и мы скоро очень продолжим. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Сегодня в нашей студии гость, врач-диетолог Дарина Попова, и мы говорим о том, как улучшить качество своей жизни и посредством правильного, полноценного питания в том числе. В первом блоке Дарина рассказала о том, как должен выглядеть наш завтрак. К моему удивлению, он должен выглядеть как ужин. Давайте пойдем дальше и расскажем, что должно быть в тарелке в обед, и что делать с ужином, поскольку он улетел в завтрак. Ну, в обед, так же, как в советской догме, поделись с другом, ужин отдай врагу. Но вообще в идеале, конечно, было бы, вот если бы полноценный завтрак, потом, значит, вы пообедали, в обед должен состоять из первого, второго, третьего. Ну, в обед вы сказали, если я позавтракаю тем, кто, может быть, первый блок пропустил и присоединился к нам только сейчас, на завтрак врач-диетолог советует мясо или что-то мясное, да, и какую-то кашу. Также можно добавить яйцо, ну, чай, там, кофе, кто что любит, да? Да, то есть белки, жиры, углеводы. Да, перед завтраком стакан воды, ну, это уже, наверное, все выучили, все об этом всё время говорят. И вы сказали, что после такого завтрака ты не хочешь очень долго обедать, то есть как будто бы время обеда тогда сдвигается. Или всё-таки, если даже ты не хочешь, то лучше поесть в определённое время? Если позавтракать мясом, мясо вообще переваривается 5-6 часов. То есть вы не будете голодными 5-6 часов. То есть к обеду вы не будете голодные. Вот, и если это наладить, то вы проголодаетесь, наверное, часа в 3-4. Вот в 3-4 вы часа пообедали, значит, да, и на ужин вам уже не захочется есть. В 3 часа пообедали тогда, если не особо хочется есть, но всё-таки обед должен быть. Что должно быть в обеденной тарелке? Это суп, да? Ну, что-то горячее, жидкое. Ну, вот если вы поедите один суп, вы проголодаетесь к ужину. Но если вы съедите суп, второе, там, третий компот, то есть там ещё салат какой-то, да, вот, обязательно у нас овощи должны присутствовать, значит, вы к ужину тоже не проголодаетесь. То есть вы можете ужин запросто пропустить. А где-то между завтраком и обедом или обедом и ужином должны быть ещё, нет, между завтраком и обедом, да, вы сказали, лучше в первой половине дня, должны быть ещё фрукты. Ну, вообще перекусы – это тоже такое индивидуальное дело. Кому хочется, кому нет, но очень важно понимать, что каждый приём пищи – это выброс инсулина. Вот, а инсулин – это такое вещь, это вот, если рассказывать, это прям отдельная тема, и это очень сложно. А вот диабетики подкалывают инсулин, потому что у них организм его не выбрасывает? Ну, да, диабет, он вообще делится там на первого-второго типа, это когда вообще поджелудочная железа не вырабатывает инсулин, да, и есть наоборот, которая очень много вырабатывает, но при этом клетка не чувствительна к этому инсулину, и она не может там открыть, открыться, и не может человек получить энергию. Инсулин, он гуляет в крови, да, а клетка не открывается. Это также, вот смотрите, как замочек – это клеточка, да, то есть рецептор на клеточке, а ключик – это инсулин. Вот он подходит, ключик хочет открыть этот замок, а замок не открывается, он сломан. А что с организмом происходит, когда инсулин проникает в организм, говорите, выбрасывается инсулин при приёме пищи, и что в этот момент происходит? Ну, в этот момент происходят очень большие, как бы, процессы вообще в организме, да, то есть вот надо рассматривать организм как большую фабрику, то есть фабрики должно хватать всего, и всё должно идти друг за другом. Если всё время будет выбрасываться инсулин, то здесь, там есть процессы, когда организм вообще должен следить за выработкой новых клеток и за утилизацией, ну, как бы, клетки, которые уже закончили свой цикл, да, вот, и когда вот это нарушается, то организм может вырабатывать рост, там, допустим, рост клеток в других местах. Вот также может, там, допустим, миома матки там вырасти. А, это такая провокация на какие-то опухоли? Ну, это не сказать, что это однозначно, да, но вот когда много инсулина вырабатывается, это не есть хорошо. Ну, вот часто же люди, там, раз конфетку съел, там, где-то, да, вроде бы, как уже и позавтракал, да, там, минут 20 прошло, что-то съел, там, или яблоко, да, перекусил. И вроде бы как это и неполноценная еда, но в то же время он всё время какую-то пищу поглощает. Мороженое, там, съел, не знаю, там, бутербродик перехватил между завтраком и обедом. И получается, это каждый раз, вот этот инсулин вырабатывается. То есть лучше тогда какое-то время вообще закрыть рот на замок, да, и ничего не есть. Ну, вообще закрыть рот на замок – это тоже неправильно, потому что если человек хочет, он должен давать. Но опять-таки, смотрите, да, это быстрые углеводы, та же конфетка-шоколадка, тот же бутерброд и так далее. Ну, пусть яблоко будет, но всё равно же инсулин вырабатывается. Ну, всё равно это как бы считается быстрые углеводы, и просит их мозг, которому чего-то не хватает. Но человек, который плотно позавтракал, которому хватает энергии, который восполнил все свои дефициты, у него нету там нехватки чего-то, да, то есть он не будет хотеть. И опять-таки, хотение чем-то перекусить сладким – это первый признак дефицита минералов и витаминов, и в частности, нехватка магния. Вот про дефициты витаминов я сама недавно столкнулась уже, всем знакомым рассказала. Надо мной уже некоторые смеются, потешаются, что я вот так вот вдруг обнаружила, что у меня отсутствовал витамин D. Ну, вот его совсем мало было. И насколько всё-таки мы зависим, да, от этой физики. И витамин D, его отсутствие, он же провоцирует гормон стресса, да, то есть когда низкий витамин D. Ну, нехватка витамина D – это вообще не только наша проблема, это вообще мировая проблема. И даже люди в Африке, да, проживая при таком солнце, там, в Испании, они испытывают такой дефицит. Но нам, мы должны радоваться, что наша кожа, витамин D, он вырабатывается именно под кожей, под действием солнечных лучей, да, ультрафиолета. Вот, и наша кожа вырабатывает этот витамин D, и мы на какой-то короткий срок, на летний период уже можем, да, его заиметь в своём организме. А я не хочу, например, чтобы… Загорать, да. Да, да. Чтобы загар был. Ну, вот именно что витамин D вырабатывается до загара. Он, когда уже кожа загорела, да, и меланин выработался, и кожа уже потемнела, витамин D перестаёт вырабатываться. И поэтому витамин D, он вырабатывается именно до того, как вы загорели, и для этого не обязательно раздеваться полностью и ходить в купальники. Достаточно просто того, что солнце светит. Солнце светит, и вы получаете эту дозировку, и в любом месте, где ультрафиолет касается, там вырабатывается витамин D, и витамин D вырабатывается даже роговицей глаза, и поэтому не обязательно… Вот те люди, которые ходят в солнцезащитных очках, которые полностью… Хорошие бывают же линзы, да, которые полностью от ультрафиолета защищают, вот они тоже недополучают ультрафиолета, поэтому там полезно какое-то время посидеть вообще без очков, но посмотреть в сторону, не на солнце самому, понятно, что… Ну, может, тогда под чем-то там, под зонтом, да, но без очков. Да, естественно, потому что даже говорят же, что лучший загар в тени. Да, то есть вы можете в тени посидеть, потому что ультрафиолет, он же летает, и вырабатывает, как бы, да. А нехватка витамина – это вообще повсеместная такая очень проблема, и ко мне приходили люди с уровнем даже 2, да, показателем 2. Вот, и витамин D мы не можем получать вот только в летнее время, и то не в полной мере мы его получаем. Поэтому говорят, что витамин D всё равно нужно дополнительно пить весь год и всю жизнь. Ну, не весь год, он не входит, витамин D, в группу витаминов, которые подлежат постоянному, да, употреблению. То есть его нужно пить курсом, потому что передозировка витамином D, она хуже, чем ещё нехватка его, чем дефицит. Да, а я слышала наоборот, что нужно вообще не заканчивать. То есть ты всю жизнь пьёшь витамин D, а и детям тоже. Это абсолютно неправильно, потому что витамин D, он опасен кальцинированием. Это тоже я недавно прочитала в интернете. Да, и кальцинированием сосудов, и если это могут быть отложения камней в почках, там и так далее, это витамин, который пьётся курсами, повышается до определённого уровня, и если у человека нету синдрома адрявого кишечника, да, то есть если нету проницаемости кишечника, то этот уровень будет держаться довольно долго. А тогда на летний период витамин D можно не пить, потому что есть солнце? Да. Так можно, да? Не можно, а нужно. А пить его тогда, допустим, с октября, когда солнце у нас пропадает, каким курсом пропивать? Ну вот понимаете, да, вот люди просто идут в аптеку, покупают где-то БАДы, там витамины D, не знаю, дозировок и так далее. Это всё рассчитывается посредством анализов. Это всё индивидуально, это нужно смотреть, и нужно это смотреть вкупе. Да, то есть витамин D обязательно нужно закрывать витамином К2 для того, чтобы не коллицинировали сосуды и не откладывались камни в почках. Что значит закрывать? Это ещё дополнительно какой-то пить витамин? Да, обязательно, их нужно друг другом, они должны друг друга поддерживать, и должна быть как бы синергия, обязательно должна быть синергия. Есть такой витамин в аптеке К2? Да, К2. Его нужно купить вместе с витамином D? Есть такие препараты, которые уже содержат витамин D с К2, с МКЦ7. Почему врачи нам про это ничего не говорят в наших поликлиниках? А вот, кстати, про врачей, я бы как бы сама выпускница медицинского института, естественно, я не отрицаю, это как бы медикаментозное лечение, но питанием, вот именно превентивной медициной, очень можно профилактировать, то есть можно не заболеть, не дойти до врача можно. К сожалению, наших врачей сейчас загнали в такую ситуацию, что врачи смотрят не на пациента, а на документацию, которую они заполняют. То есть их загнали в такие рамки, они действуют по протоколу, и шаг влево, шаг вправо от протокола расстрел. Это как бы однозначно, потому что если там у человека обнаружили артрит, то есть он обязательно назначает нестероидные противовоспалительные препараты и так далее, а превентивщик, я как диетолог, мы, естественно, сразу понимаем, что это нехватка магния. И, естественно, когда мы начинаем восполнять вот эти дефициты, человек начинает лучше себя чувствовать, и у него улучшается качество жизни. Да, я вот тоже вела к тому, что когда я стала восполнять витамин D, я почувствовала, что у меня какие-то негативные эмоции, они практически сошли на нет, то есть я там меньше злиться стала. Насколько мы всё-таки, да, вот зависим от физиологии. Дарина, вы как раз сейчас сказали, что у вас медицинское образование, что вы закончили медицинский институт, но наши зрители и слушатели, сколько-то лет назад знали вас как человека в погонах совершенно из другой сферы. Вы приходили, у нас была тема по поводу пожароопасной ситуации. И это было не так уж прямо совсем давно, но давненько. Что должно было произойти в жизни Дарины Поповой, после чего так кардинально вы сменили свой профстатус, сняли погоны и вдруг ушли в медицину? Ну да, я бухгалтер с 30-летним стажем. В принципе, я успешный, да, главный бухгалтер, проработала более 20 лет главным бухгалтером, но всё это приходит через осознание. Я в 16-м году, будучи бухгалтером, занялась нутрициологией. Мне было это всё интересно. Естественно, я экспериментировала на себе. И в процессе обучения я поняла, что мне не хватает медицинского образования, потому что всё это связано с физиологией, биохимией. И вот я пошла учиться в медицинский институт, закончила. А это 6 лет? Да, это 6 лет. И когда я начала уже, ну, будучи студентом, я же помню, когда вы меня приглашали на эфир, я сказала, я пока не могу, я ещё учусь, я буду об этом говорить позже, когда я получу диплом. И когда я в процессе обучения и экспериментов над собой начала помогать своим друзьям, подругам, родным, я поняла, что это и есть призвание, что я в этот мир пришла не для того, чтобы делать экскременты нашему, нашей планете, а для того, чтобы помогать, что-то делать. И когда ты помогла хотя бы одному человеку, да, вот в улучшении качества жизни, это настолько вот такие эмоции вызывает, что здесь уже даже не задумываешься о том, что ни о деньгах, ни о чём, ни о зарплате, ни о чём не задумываешься и думаешь, как бы помочь людям. И вот я пришла и на эфир, и я очень щедро делюсь своими знаниями. Я хочу, чтобы все знали вообще о принципах питания, о дефицитах минералов, витаминов, о чём они говорят, о качестве жизни. Для кого-то, допустим, у девушки волосы стали выпадать, у меня уже качество жизни ухудшилось, у кого-то прыщи на лице, что я не могу показаться на людях, мне, говорит, стыдно у меня прыщи. И недавно тут тоже ко мне приходила женщина, у меня, говорит, зубы стали сильно чернеть. Я, говорит, почему-то, говорит, меня врач отправил к стоматологу, стоматолог сказал делать чаще чистки зубов, да. А это оказался банальный остеопороз. Почему? Потому что вымывается кальций из костей, а зубы – это тоже наша эмаль. Она стала пористая, естественно, она стала как бы быстрее темнеть. И, естественно, назначение препаратов для костей, значительно улучшили ситуацию. То есть это вот надо понимать, что если у нас заболели суставы, нам врачи дают фармацевтические костыли, да. То есть а надо именно первопричину, да, устранять. Причину, почему заболели. То есть снимать симптомы медикаментами, ну, то есть это одно, а превентивно, как бы, восполняя дефициты, помогать – это другое. То есть здесь должно быть всё вместе. То есть и медикаментозно, да, то есть если человек заболел, и питанием, и плюс и восполнением, там, приёмом каких-то БАДов, да, вот препаратов. То есть если вот это всё будет вкупе, то это принесёт хороший результат. Но лекарства прописывают, опять-таки, курсом. То есть вы же не пьёте их постоянно. Вот, и поэтому питание и образ жизни – это должно стать на постоянной основе. Питание должно быть образом жизни. Вот, если мы будем соблюдать режим дня, режим питания, сна и бодрствования, приёма пищи, да, то есть сна и отдыха, если мы будем всё это соблюдать, и при этом мы будем полноценно питаться, зная по анализам, каких минералов, элементов нам не хватает, принимать их дополнительно, да, то есть мы можем избежать очень и очень многих проблем со здоровьем, и, возможно, и не дойти до врача вообще, и продлить тем самым активную свою жизнь, качество жизни. Это очень важно. Да, это самое, наверное, грустное, когда ты идёшь к врачам, да, и ты там не находишь помощи, тебе не объясняют, почему у тебя вот тот или иной симптом появляется. Мы ещё сегодня хотели коснуться темы психосоматики, но, конечно, мы уже не успеем. Такая большая тема, которая, к сожалению, даже если ты будешь придерживаться, да, там какой-то правильного режима дня, она всё равно, психосоматика через тело тебе что-то расскажет, да, и этот симптом, он может быть просто от того, что тебе на душе как-то не очень хорошо, ты не отследил там где-то, да, в какую-то ситуацию попал. Поэтому, конечно, очень важно найти специалиста, который тебе поможет вот эту причину, вот эту вот точку отсчёта найти, и тогда уже можно будет понимать, что дальше делать. У нас вот как раз, мне кажется, это прям одна из проблем, то, что ты не можешь найти специалиста, который тебе поможет вылечить эту болезнь, не назначит тебе, вот вы правильно сказали, эти медикаментозные костыли, которые ты будешь постоянно нашу отечественную и неотечественную фармацевтику поддерживать, да, и всё время ходить, эти препараты покупать, покупать и покупать. Одно лечим, другое калечим. Да, которые всегда имеют побочку, да, если ты лечишь там почки, у тебя, значит, сердце под ударом, лечишь сердце, значит, у тебя почки под ударом и так далее. И печень всегда. Да, вот я сегодня, например, с беседой с вами, большое вам спасибо за такую информацию, я не знала, что витамин D, я подзависла на этом витамине D, я не знала, что его нужно употреблять с витамином, я вообще не знала, что такой витамин есть К2, поэтому спасибо вам большое, я прям сегодня же пойду и приобрету этот витамин, потому что я намерена и дальше как-то помогать своему организму не испытывать этого дефицита в витаминах. И очень полезное вы дело делаете, и, конечно, у меня большой восторг, и готова вам аплодировать, то, что вы, за вашу смелость, то, что вы взяли вот так кардинально и свою жизнь просто на 180 градусов развернули, потому что поняли, что ваше предназначение совсем в другой сфере. Это не каждый человек так может, поэтому вы большая молодец. Огромное вам спасибо. Спасибо вам, Светлана, да, на эту тему можно говорить бесконечно. Приглашайте, я буду рада делиться своим знанием, да, чтобы радиослушатели тоже понимали. Это очень важно. Слушателям и зрителям большое спасибо за то, что вы были сегодня с нами. Я надеюсь, что вы тоже рады, что вы познакомились теперь уже с диетологом Дариной Поповой. Всем хорошего вечера и оставайтесь на нашей волне и на нашем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...